Итак, я, к сожалению, участвовал в многолетних судах, поэтому в этом видео будет много личного опыта, которым я с вами поделюсь. Страны хоть и разные, но у судебных систем есть многие схожие принципы. Что-то в видео будет вкратце повторено из предыдущего, но это необходимо, чтобы вы поняли точки над «и», которые я расставлю. Будет уникальная информация. Что ж, приступим. Iron Maze разработчики Dark and Darker опубликовали первую партию доказательств, что они ничего не копировали у Nexon, по жалобе которых игра Dark and Darker была закрыта в стиме, а в офисе Iron Maze были проведены обыски. Я поэтапно разберу и проанализирую каждый заявленный пункт. Разумеется, текст всего этого ответа, как и предыдущих, был выверен юристами, с которыми сотрудничает Iron Maze. Поэтому и в предыдущих текстах, и в этом все слова подобраны очень аккуратно, без утверждений в сторону Nexon, которые можно было бы трактовать оскорбительными или клеветническими в суде. Итак, пункт первый. Насчет закрытия игры в стиме. Ответ опубликован на корейском языке. Он на 99% повторяет все то, что я уже цитировал от разработчиков в моих прошлых видео. Поэтому можете посмотреть их, чтобы получить картину в целом. Вот оставшийся 1% информации, который, по моему мнению, заслуживает внимания. Цитирую. Утверждение Nexon о краже копирований безосновательно. Мы никогда не использовали в разработке материалы, нарушающие авторские права. Nexon с опозданием зарегистрировал авторские права, связанные с проектом P3 в феврале 2023 года. Более чем через 6 месяцев после выхода Dark & Darker. Обвиняемый бывший сотрудник Nexon, который выгружал файлы Nexon на личный сервер, делал это в период пандемии COVID-19 с разрешения руководства Nexon из-за карантина. Когда руководство Nexon запретило это делать, он начал отключать автозагрузку файлов на личный сервер. Но, к сожалению, это невозможно было сделать моментально, и какое-то время скрипт автоматически перекачивающий файлы продолжал работать. Тем не менее, за этот период он не получал нареканий от службы безопасности Nexon. Также в 2020-2021 годах несколько проектов обвиняемого, работающего на тот момент в Nexon, были закрыты, как он полагает, из-за личной неприязни с другим начальником, потому что на презентации его проекты были восприняты одобрительно. После того, как обвиняемый решил уволиться, руководство Nexon повело себя неадекватно и обвинило его в краже данных. Обвиняемый проконсультировался с юристом, который сказал, что обвиняемый имеет право удалить данные с личного сервера, потому что они носят личный характер и не подлежат публичности. Так обвиняемый и сделал. Примерно в августе 2021 года был наложен арест на недвижимость и другое имущество обвиняемого. Были уголовные и гражданские иски. Каждый раз обвиняемый активно сотрудничал с полицейскими, чтобы доказать свою невиновность. Компанию несколько раз арестовывали и проводили обыски. Если бы коммерческие секреты Nexon действительно были украдены или незаконно присвоены, 9 из более чем 20 членов команды проекта P3 от Nexon не рискнули бы присоединиться к Iron Maze. Напоминаю, что их сагитировал уйти вместе с ним в новый проект обвиняемый. Конец цитаты. Далее. Там идет все то, что я уже говорил в предыдущих видео. Теперь немного аналитики. Текст, конечно, нормально составлен, но важно понимать, что он не имеет юридической силы. То есть этот текст это как, ну например, вы просрочите оплату кредита и ипотеки, вам пришлют штрафы или передадут дело коллекторам, а вы будете говорить, что у вас были тяжелые жизненные обстоятельства. Суд при этом все равно по факту, по закону может послать к вам судебных приставов, чтобы те описали имущество и таким образом взыскали с вас недоимку. Если, конечно, у вас есть что описывать. То есть весь этот текст это больше для аудитории игроков, а в суде он может быть полезным разве что для присяжных, но я не думаю, что это дело будет рассматривать суд присяжных. То есть суд будет полагаться на сухие факты и, быть может, мнение каких-либо экспертов. Можно нанять экспертные сторонние компании для независимой экспертизы, но тут важно понимать, что такие компании могут выносить заключения в пользу того, кто их наймет. То есть это нужно найти такую компанию, которую одобрит Nexon и Iron Maze одновременно. Они оплатят их услуги 50 на 50 и останется надеяться, что заключение будет объективным, что никто не выйдет на нужных людей окольными путями. И даже в случае объективной оценки вы сами могли понять из текста, что есть не один подозрительный момент, так что мы не имеем гарантии, что даже объективная экспертная оценка будет в пользу Dark&Darker. Хотя, как я уже говорил, я на их стороне. Даже представить, что они скопировали, мне без разницы. В предыдущих видео я уже высказывал надежду на то, что они не просто копировали, а предвидели такое положение дел и целенаправленно проводили работу по уникализации всех материалов так, чтобы не к чему было прикопаться. Судья не может вынести вердикт типа «О-ло-ло, аргументы Iron Maze звучат убедительно, похоже, что они отличные ребята, меня убедили». НЕ ВИНОВНЫ Потому что, если судья так сделает, то решение будет основано ни на чем. Реальные юридические документы – это постоянные отсылки на конкретные законы, апелляция сухими фактами, заключениями экспертов и тому подобная бюрократия. Поэтому все то, что было сказано Iron Maze, практически не будет иметь юридической силы в суде. То есть они, конечно, могут это высказать, но судья не может основать на этом свое заключение. Потому что, опять, если даже он так сделает, НЕКСОН просто подаст апелляцию в следующую, более высокую инстанцию суда, в котором будет другой судья. И если решение ниже стоящей инстанции будет отменено, то за это получит нагоняй первый судья, который основал свое решение ни на чем, просто на том, что парни вроде бы хорошие. То есть, по большей части, все, что написано, написано для нас с вами. Нет причин раскатывать губу. Это не означает чего-то плохого, но и хорошего в этом всем для суда почти ноль. Теперь переходим ко второму пункту. Ответ – концепт художника на претензии о нарушении авторских прав. Документ тоже написан на корейском языке, так как это родной язык исполнителя. Я выписал для вас вкратце основные его аргументы. Во-первых, этот же художник также работал над проектом P3 в НЕКСОН, а поскольку модельки в обеих играх делал один и тот же человек, то они, разумеется, похожие. Во-вторых, модельки в любом случае имели бы значительное сходство, потому что это сеттинг Dungeon & Dragons – D&D. Сейчас вы можете видеть на своих экранах скрины, подготовленные художником. Некоторые из них просто из гугла других художников, чтобы показать общую схожесть. А некоторые, где подписаны слева из проекта P3 и справа для сравнения из Dark & Darker. Смысл такой, что многое похоже, потому что класс варвара, например, брался из скандинавской мифологии, и они в любом случае все между собой будут иметь сходство. А боец, скорее, из средневековья, и опять же, по этой причине типичные доспехи будут иметь сходство в любых играх. То же самое касается и всех других классов, включая Рейнджера и даже Волшебника, в пример которого ставят дизайн Гэндальфа из фильма «Властелин колец». Художник обращает внимание как на сходство, так и на мелкие, но важные различия в деталях, доказывающие, как ему видится, что все модельки созданы с нуля и без вдохновения проектом P3 от Nexon. Теперь мои комментарии по этому поводу. В купе со всем остальным для суда, конечно, будет выглядеть ужасно то, что один и тот же художник обвиняется в копировании себя самого. Тут опять же могут прибегнуть к услугам неких сторонних экспертов. Теперь третий пункт по поводу моделек, купольных в магазине Unreal. Вот их список. Все ссылки кликабельные. Впрочем, я находил их и показывал в своих видосиках уже давно, так что здесь ничего нового и я бы рискнул предположить, что если говорить чисто о купольных модельках, по лицензии, согласно которой одни и те же модельки одного и того же 3D-модельера могут продаваться в разные руки, тут проблем возникнуть не должно, разве что это приплетут к теме плагиата в целом. Многие действительно приводят в качестве аргумента модельки, но поймите вы уже наконец, что помимо моделек существует еще масса материалов, тот же код. Модельки действительно часто продаются по лицензии многократно и официально во много рук, поэтому схожие модельки есть практически во всех играх на движках Unity и Unreal Engine, да и графика в целом очень узнаваема опытным взглядом. Следующий, четвертый пункт. JIT-логи за первый год разработки. Самые ранние записи начинаются в нижней части документа. Разрабы говорят, немного неловко показывать все наши ошибки и ошибки при разработке, но мы считаем, что это еще одно доказательство того, что Dark and Darker создавалось с нуля. JIT-логи, если простыми словами, то это история эволюции кода, и если он действительно уникализирован, то это будет веским аргументом для суда. Но, разумеется, судья не программист, и тут понадобится какой-то государственный независимый эксперт, либо привлеченный со стороны. Также разработчики дописали вот что, цитирую, единственными изменениями в журналах-логах являются маскирование конфиденциальной информации, личных имен, идентификаторов входа, доменов, IP-адресов по соображениям безопасности. Вся остальная информация осталась нетронутой. Хотя наша компания была официально основана в октябре 2021 года, наши журналы разработки относятся к сентябрю 2021 года. Это можно объяснить историей нашей компании. Итак, немного о предыстории Iron Maze. Некоторые из наших сотрудников-основателей начали работать в качестве команды разработчиков, начиная с сентября 2021 года. Участники проработали более месяца в ветхом спортзале джиу-джитсу бесплатно, используя наши личные ПК для проверки нашей решимости и командной работы, а также потому, что у нас нет инвесторов. Как только мы поняли, что наши участники могут стать основой жизнеспособной компании, компания была официально основана в конце октября 2021 года. Первоначальные средства были быстро исчерпаны, и Iron Maze чуть не обанкротилась, поскольку мы не смогли привлечь инвесторов. К счастью, участники собрались вместе и собрали средства от более чем 20 друзей и семей, чтобы финансировать компанию еще на пару месяцев. Это также было быстро исчерпано, и Iron Maze полагались на аутсорсинговую работу, не связанную с разработкой игр, чтобы помочь продержаться проекту еще месяц. Только через изнурительные встречи и бесчисленные, бесчисленные, бесчисленные отказы Iron Maze наконец смогли найти смелых венчурных капиталистов, желающих профинансировать студию в 2022 году. Конец цитаты. Теперь вставлю свои 5 копеек. Абсолютно большая часть информации, публикуемой Iron Maze, не пригодится в суде, или ее нужно будет значительно переписывать, адаптируя на пригодный для закона язык. Вот какие я вижу аргументы для аккуратного оптимизма. Первое. Разрабы сохранили историю гид-кода. Второе. Разрабы подняли историю покупок в магазине моделек. Третье. Разрабы в прошлом видео утверждали, что готовы вместе с полицией разбираться и доказать, что все уникально. Какие я вижу аргументы в сторону Нексона? Первое. Явно темная история с обвиняемым сотрудником и тем, что он увел часть коллектива за собой и начал разрабатывать схожую игру. Второе. Нексон еще не дал свой ответ на все эти публичные заявления от Iron Maze. И тут два подпункта варианта. Пункт А. Либо дело сшито белыми нитками, и тут личная неприязнь. Нексон, являясь огромной многомиллиардной корпорацией, плохо подготовился и сольется в этом деле, как колос на глиняных ногах. Пункт Б. Учитывая, что в прошлом Нексон многих заткнул за пояс судами, нет оснований полагать, что в этом случае Нексон плохо подготовился для такого конфликта. А. Учитывая колоссальный перекос в их сторону в плане денег на юристов и прочее, то шансы не в пользу Iron Maze. Плюс, счет в целом, по фактам, несмотря на все заявления Iron Maze, все же неоспоримо в сторону Нексона, так как игра до сих пор закрыта в Стиме. Обвинения не сняты, обыски проводили в Iron Maze, а не в Нексон и так далее. Также, возвращаясь к позитивным моментам, я не могу не отметить, что вся эта история послужила, наоборот, дополнительным маркетинговым плюсом для Iron Maze. И лишь больше людей заинтересовалось проблемой. Все об этом говорят. Англоязычные блогеры-миллионики тоже подняли шумиху. По моему прогнозу, Нексону будет невыгодно самому разрабатывать такую игру, потому что они действительно сведут все к донатной помойке. Я полагаю, что в данной ситуации, если имел место прагматичный расчет со стороны Нексона, а не какое-то мелочное желание мести какого-нибудь мажора-начальничка, то Нексон максимум, на чем будет настаивать, это не на закрытии, а на процентах от Dark&Darker. Да, сейчас они игру из стима удалили, и возможно даже официально будут заявлять, что хотят полностью уничтожить ее, но возможно это будет лишь для того, чтобы выгоднее продать последующий договор о процентах. По крайней мере в данной ситуации, помимо полного оправдания Dark&Darker, вариант с процентом от дохода был бы, на мой взгляд, тоже положительным исходом, потому что Dark&Darker получила невероятную миллионную популярность еще даже не в стадии раннего доступа, а лишь на жалких плейтестах. По факту, по популярности Dark&Darker на плейтестах заткнуло за пояс многих гигантов, которые считаются успешными даже из ААА проектов. Такова моя аналитика. Также 3-4 варианта развития событий я анализировал в предыдущем видео по теме, ссылка на плейлист в описании. Не раскатываем губу и продолжаем следить за ситуацией.